Новости нашего города на телеканале Котлас 24. Здравствуйте! В студии Алла Лайкова. Смотрите выпуски. Люби и знай свой край. Победители викторины Архангельской области выбирают тебя, получат достойные призы. Убийственный блокнот. Подробности отравления восьмилетней девочки. Открыть свою внутреннюю богиню котлашанки нашли отдушину в танцах. Сегодня в Котласе с рабочим визитом побывал министр образования Архангельской области. Олег Русинов объехал разные учреждения образования, техникумы, школы, садики и ЦДО. Первое учебное заведение, в котором побывал областной министр образования – электромеханический техникум. Кэмпт сегодня во многих направлениях в лидерах. Отличная материально-техническая база, высоко квалифицированные педагоги, талантливые студенты, которые недавно на чемпионате по профмастерству, заняли первые и призовые места под девяти компетенциям. Кроме того, это учебное заведение единственное в области планирует вести обучение по новой и очень востребованной сегодня специальности – управление дронами. Прежде всего, это рабочая поездка, она традиционная, потому что мы выезжаем в муниципалитеты, приходим в рабочие коллективы, разговариваем, смотрим, как идет сам процесс, что востребовано, какие возникают проблемы, какие есть риски, на что обратить внимание. Ну и, конечно же, эта встреча с людьми – это крайне необходимо, потому что они выполняют свой профессиональный долг. Вообще, в сфере образования области у Котласа очень высокий рейтинг. Не каждый город может похвастать такой современной школой, как 105-я. Помимо современного оснащения в кабинетах, здесь есть своя телестудия, комната отдыха и даже кванториум, в котором дети изучают новейшие технологии. Я уже не первый раз в 105-й школе, но она как магнит для меня, потому что мне интересно, как руководителю и как педагогу, у меня педагогическое образование, нужно посмотреть, как те изменения, которые на федеральном уровне инициируются, реализуются в конкретной школе. За последние годы по нацпроекту образования при поддержке правительства области Котлас получил много денежных средств. Почти 60 миллионов рублей было направлено на капитальный ремонт 91-й школы, и скоро у этого учреждения появится современная площадка. В апреле начнется капитальный ремонт Лиминской школы номер один. Предстоят ремонты в разных детских садах. Кроме того, в этом году отремонтируют кровлю бассейна в спортивной школе номер один. Более 2 миллионов рублей город получит благодаря победе в региональном конкурсе среди муниципалитетов. Также в рамках рабочей поездки в Котлас министр образования Архангельской области Олег Русинов побывал в третьем лицее в ЦДО в детском саду «Журавлик» в Котласском педколледже. 970 призов будут разыграны среди участников викторины Архангельская область «Выбираю тебя». Проверить свою родицию может любой житель Поморья, достигший 18 лет. Для участия в викторине, условия которой довольно простые, нужны краеведческие знания. Сначала нужно получить специальный купон. Это можно сделать в МФЦ, по месту работы, в домах культуры или в библиотеках вашего микрорайона. Кстати, теперь купоны участников вы можете найти еще и в своем почтовом ящике. Купон необходимо активировать. Для этого нужно перейти по ссылке на сайт v2024.region29.ru. После этого вас ждет 10 вопросов викторины. Далее всем знатокам истории Русского Севера нужно будет найти волонтера и предъявить ему купон участника для сканирования. Волонтеры будут ждать вас в пунктах регистрации купонов с 15 по 17 марта. Узнать их можно по фирменным свитшотам и бэджам. Адреса мест, где можно найти волонтеров и зарегистрировать купон, указаны на сайте викторины. А поучаствовать в викторине действительно есть ради чего. Будут разыгрываться квартиры в Архангельске, квадроциклы, снегоходы, сотни смартфонов и автомобили. Результаты конкурса будут опубликованы на сайте v2024.region29.ru, а также объявлены во время прямых эфиров на телеканале «Регион-29» 15, 16, 17 марта 2024 года. В случае выигрыша просто позвоните по указанному на купоне номеру. В Доме молодежи прошел слет студентов «Наше будущее». В нем приняли участие активисты из электромеханического техникума, Котловского речного училища и агропромышленного техникума Шипицына. В рамках слета «Наше будущее» студенты разных образовательных учреждений познакомились друг с другом, узнали о возможностях в сфере молодежной политики, поучаствовали в тренингах по финансовой громадности и раскрепощению, и все вместе придумывали мероприятия, которые могли бы быть реализованы в нашем городе. В числе предложенных студентами вариантов – мотогонки, соревнования по киберспорту, игры в мафию, вечер кино и фестиваль граффити. А главная цель слета – создать актив студенческой молодежи для совместного решения различных вопросов по улучшению качества жизни тех, за кем будущее нашего города. Далее мы прервемся на небольшую рекламу, после которой продолжим. Не переключайтесь. Подарки от всего сердца для любимых, дорогих и единственных женщин. Выбираем в магазине «Ковры» на бульваре в Котласе и в салоне «Аквадом» в Коряжме. Банны и кухонные полотенца, большой выбор постельного белья, носков, есть уже в подарочной упаковке. А еще скатерти, салфетки, пледы и ковры на любой вкус. Приходи, выбирай и дари. «Ковры» в Котласе, павильон, проспект Мира, 21В, в Коряжме, салон «Аквадом». Спектакль «Раневская», одинокая насмешница, трогательная комедия и неповторимый юмор. 12 марта. Котласский дворец культуры. Билеты на сайте артембилет.ру Здоровье на пятерку? Весь март. Специальные цены в аптеках, фармации. «Мострансавта» приглашает на работу водителей автобусов в Московской области. Вахта 30, 60 или 90 дней. Заработная плата от 95 до 120 тысяч в месяц. Оплата проезда до места работы. Для проживания предоставляется общежитие. Справки по телефону в Котласе. 8-911-877-06-37. В честь 8 марта в ювелирном доме «Дикун» праздничная распродажа. Скидка 70%. «Дикун» на первом этаже торгового центра «Кристалл». Появились подробности происшествия, в котором чуть не погибла 8-летняя девочка. Предположительно, она отравилась гелем из обложки блокнота. Реаниматолог-анестезиолог Яна Коплоухая была на дежурстве, когда привезли 8-летнюю пациентку. Девочка была практически без сознания, в очень тяжелом состоянии. Ее мама рассказала, что, вероятнее всего, дочь отравилась гелем, который был в обложке блокнота. Девочка эту обложку каким-то образом случайно абсолютно повредила и сказала маме о том, что она попробовала на вкус содержимое вот этого блокнота. Вот оно было сладкое, немножко едкое. Мама сразу же оказала ребенку минимальную помощь на дому, потому что девочка чувствовала себя абсолютно хорошо. Выпили сорбенты и легли спать. А потом состояние девочки стало ухудшаться, и они вызвали скорую помощь, доставили ребенка к нам в реанимацию. Чтобы вывести неизвестный яд из организма, в реанимации девочки промыли желудок и провели массивную дезинтоксикационную терапию. Самое сложное в этой ситуации было то, что мы не знали, какое именно вещество попало в организм ребенка. Ни на самообложке блокнота, ни при поиске подобных товаров в интернете, нигде в составе вот этого продукта не было указано, какой именно гель находится в середине. И это мог быть как относительно безобидный глицерин, так и опасный теленгликоли, вообще абсолютно любое вещество. Но это точно была не вода, оно было маслянистое. Уже на следующий день девочке стало значительно лучше. В течение суток ребенок провел себя стабильно, все показатели витальных функций были в норме. Ребенок в сознании активный, был переведен в детское отделение. Действительно ли констовар стал причиной отравления или что-то другое? Это сейчас выясняют в правоохранительных органах. Кровь девочки, а также сам блокнот направлены на экспертизу. Очередной жертвой телефонных мошенников стал 51-летний Катлошанин. Он перевел аферистам 2,5 миллиона рублей. Мужчине позвонили неизвестные и сообщили, что с его банковского счета кто-то хочет похитить деньги. Поэтому накопление нужно срочно перевести на безопасный счет. Доверчивый Катлошанин снял свои сбережения, а потом оформил кредит, занял у знакомых и через терминал одного из торговых центров города перевел мошенникам 2,5 миллиона рублей. По данному факту возбуждено уголовное дело. Стражи порядка вновь напоминают, что ни сотрудники правоохранительных органов, ни банковские работники не звонят гражданам с сообщениями о проблемах со счетом или попытке несанкционированного оформления кредита. Так действуют мошенники. Помните, понятие безопасный или резервный счет не существует. Будьте бдительны, не позволяйте себя обмануть. Продолжит программу наша традиционная рубрика «Настроение дня». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Что нужно женщине для счастья? Любовь, уверенность в завтрашнем дне, стабильная работа и отдушина для самореализации. Для наших следующих героинь такой отдушиной стали танцы. Романтичная музыка, плавные движения, блеск в глазах. Раскрыть своих внутренних богинь этим девушкам помогает танец. Они только в начале своего танцевального пути и до уровня Шакиры далеко. Но стать грациознее, женственнее, увереннее в себе уже получается. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Все чудно, все очень нравится. Такое подъем настроения. Никогда до этого танцами вообще не занимались. Пусть даже что-то не получается. Выходим в какую-то эйфорию. Стать пластичнее и раскрепощеннее этим девушкам помогает хореограф Ольга Липустина. Глядя на подтянутую стройную женщину с лучезарной улыбкой и горящими глазами, язык не поворачивается сказать, что преподавать танцы она начала после выхода на пенсию. Много лет Ольга работала в ПОК-ТС, но среди увлечений всегда были спорт и танцы. Видимо, в этом и кроется секрет ее молодости. Когда я вышла на заслуженный отдых в 26 лет, как говорится, с коридзе, если не смотреть в зеркало, то я даже не успела подумать, чем бы мне заниматься. За меня подумали другие. Кто-то меня направил, кто-то меня подтолкнул, и вот я в танцах. И ко мне присоединились девчонки. Через танец к сексуальности. Так Ольга назвала свое хореографическое направление. И женственность здесь раскрывают не только пластикой, но и особым дресс-кодом. Если в жизни многие из этих девушек носят худи и кроссовки, то на танцы обязательно приходят на высоченных каблуках и в одежде, которая подчеркивает все изгибы тела. Все приходят сюда вечером после тяжелого трудового дня, и хочется нам здесь расслабиться. Конечно, здесь, мне кажется, раскрывается все-таки танец. Это раскрывается Венера в женщине, женская сексуальность. Сначала, может быть, девчонки закрыты с одной стороны, а потом, глядя на себя в зеркало, любуются. Одна девушка мне сказала, что закрывает глаза и ощущает танец. Эти девушки не стремятся на большую сцену. Танцы для них – это раскрепощенность, внутренняя свобода, уверенность в себе. В этом зале они забывают про заботы и проблемы и просто кайфуют от красивой музыки, красивых танцев и красивых себя в них. 8 марта в Котловском дворце культуры пройдет шоу-показ «Мода. Костюм. Сцена». По весеннему красивая праздничная программа поднимет настроение прекрасной половине человечества. Сценические костюмы. Обычно зрители дворца культуры видят их во время разных концертов и постановок. Впервые то, что шилось для танцоров, певцов и артистов, будет представлено в виде шоу-показа «Мода. Костюм. Сцена». Над коллекциями работали модельеры ДК – Елена Баскакова и Наталья Зотова. Ее наряды недавно были представлены в Москве на выставке «Россия». Последняя коллекция называется «Краса Севера». И источником творчества для ее создания послужил праздничный женский костюм русского Севера. То есть коллекция отображает тот костюм, в который наряжались молодые незамужние девушки на гулянии. Во время шоу показ сценических коллекций будет чередоваться с творческими номерами от различных коллективов Дворца культуры. Этот концерт включает в себя не только показы, но и танцевальные и вокальные номера в костюмах, которые были специально изготовлены для артистов. А в фойе зрителей будут ждать интересные фотозоны и коллекция кукол от Натальи Зотовой. Шоу-показ «Мода. Сцена. Костюм» пройдет в Городском Дворце культуры 8 марта. Начало в 16 часов. На сегодня это вся информация. Новости нашего города смотрите на сайте kotlas24.ru и в одноименной группе ВКонтакте. Я же с вами прощаюсь. Хорошего завершения вечера. Увидимся завтра. Автомобилю нужны запчасти? Сеть магазинов «Авторитет». Это более 20 тысяч наименований для иномарок и отечественных авто по выгодным ценам. В наличии и под заказ, и на все виды автомобилей. Автозапчасти «Авторитет». Детальный подход. Великий Устюг. Виноградова 44. Котлас. Маяковского 47. 7 марта. В Котласе будет пасмурно. Возможен слабый снег. Температура воздуха днем 1 градус ниже 0. В ночные часы до 0. Ветер западный 3 метра в секунду. Атмосферное давление в пределах нормы. Котлас, встречай! Свежий лох прямо с Камчатки. Чабыча, красная икра, белорыбеца. Все от производителя. С 11 по 16 марта. Торговый дом «Витязь».